Астраханская область готова к переходу на цифровое вещание. Об этом губернатору Игорю Бабушкину доложили главы районов и муниципальных образований. Горячая линия по подключению цифрового ТВ работает ежедневно с 8.30 до 22 часов. Количество обращений давно перевалило за полторы тысячи. Помощь в освоении новой техники пожилым людям оказывают волонтеры. 600 человек прошли обучение. Четвертый этап перехода на цифру заключительный случится 14 октября в 20.30. В это время все телевизоры перестанут транслировать аналоговые сигналы. 21 октября его вообще отключат от электроснабжения. Смотреть любимые передачи в новом формате можно будет при помощи приставки. Она понадобится тем, у кого работают телевизоры, выпущенные до 2012 года. Для льготных категорий населения в бюджете предусмотрены субсидии на приобретение приставок. Для этого нужно написать заявление в социальной службе. Пожилым людям разобраться с техникой помогают волонтеры. Действительно у нас остается такой финишный этап. Время такое короткое. Но максимальные усилия необходимо направить всем нам. В первую очередь еще раз возвращаемся к тому, что максимально возрастает роль волонтеров. Максимально возрастает роль глав муниципальных районов. Что называется для работы в ручном режиме. И оперативного реагирования на поступающие заявки наших жителей. Специалисты ожидают, что звонки и просьба о помощи начнут поступать как раз после 14 октября. Вот число волонтеров к этому времени резко сократится. О возможных проблемах рассказал представитель российской телевизионной и радиовещательной сети в Южном федеральном округе Юрий Акиншин. Глава региона поручил Министерству образования и представителям Агентства по молодежной политике организовать волонтеров. При переходе на цифру много говорили о приобретении цифровых приставок. Но мало кто знает, что необходим еще и усиливающий сигнал антенна. Понадобится ли она в квартирах, эксперты советуют уточнять по телефону горячей линии. Если у вас до сих пор была только метровая антенна для приема аналогового телевидения, то здесь нужна дециметровая антенна. Это небольшие усы, скажем так. Иногда они потребуют еще и активного усиления. Но это если вы находитесь далеко от передающей станции. Эта антенна стоит недорого. Она будет стоить примерно столько же, сколько и приставка, ну в пределах тысячи рублей. Поэтому общий бюджет перехода 2000 рублей.